Здравствуйте! В эфире программа «Разговоры по существу» и сегодня мы в гостях у директора 11-го южного центра Варвара Якулева. Варвара, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала давайте проясним, что вообще нужно понимать под детским дополнительным образованием. Ну, детское дополнительное образование – это образование послешкольное. То есть, когда ребенок освобождается от школьных уроков, обязательных занятий, и у него остается свободное время, он имеет возможность получать какие-то дополнительные знания сверхшкольной программы, посещать какие-то кружки, секции. Вот, собственно, этим и занимается наше учреждение. Учреждение, я так понимаю, это клуб по месту жительства? Это совокупность клубов по месту жительства, центров дополнительного образования. У нас их 9 в разных точках города. Они располагаются в различных микрорайонах, в отдаленных в том числе. И деятельность их направлена на то, чтобы каждый ребенок недалеко от своего дома мог найти себе занятие по душе, чтобы ребенку из отдаленного микрорайона не нужно было ехать в центр города, чтобы посетить какой-то кружок или секцию, чтобы он мог у себя, грубо говоря, под боком найти что-нибудь интересное. Я правильно понимаю, что в детский и юношеский центр входят эти все 9 клубов по месту жителей. Да, да, все верно. Можем мы их перечислить? Эдельвейс в третьем микрорайоне, Клевер на 95-м, на Наровчатого, Олимпия, Кольцевая 52, Чайка на Марчкане, Исток и Факел в Моргородке, Октябрьская 20, Далее, Центр продвижения, Колымская шоссе 11, Колымская 9А, Центр Эврика, По-моему, никого не забыла. Клубы как-то разнятся по виду деятельности? Понятно, что все доп. образование, но я имею в виду именно кружки, которые там преподают детям, как-то разнятся? Может, то есть оперативные, может, более на интеллектуальную направленность где-то? Да, но в видах деятельности наших центров доп. образования мы прежде всего отталкиваемся от возможностей и способностей педагога. То есть если педагог, который работает в данном помещении, он специализируется на детях и занимается декоративно-прикладным творчеством, то открываются объединения какие-то по декоративно-прикладному творчеству. Если он спортсмен, то, естественно, это какие-то различные кружки, секции на спортивную тематику. Есть у нас педагог, который ведет волонтерскую деятельность полностью. Есть педагоги, которые ведут танцевальные направления объединения. То есть их очень много. Есть педагоги, которые сейчас мы начинаем развивать тоже интересные объединения по работе с цифровыми технологиями, рисования на графических планшетах, планшетах каллиграфии, инфографика. В общем, тоже очень много всего, такие более современные направления. Их очень много. У нас на нашей базе действует около 45 объединений. И в общей сложности занимается около 1200 детей и подростков по всему городу. Детей и подростков, молодежи, да. А возраст? Ну, так от минимального до, небольшое ощущение, от самого маленького до самого большого? Ну, у нас есть и совсем малышковые группы, то есть дети от 4-х лет, но их как бы немного. Основная масса детей, это дети школьного возраста, от 7 до 18 лет. Но есть и те дети, которые младше, несколько групп, там определенное объединение, там у нас есть песочница, они занимаются рисованием песков, песком на световых столах. Там дети 4-6 лет занимаются. И есть и те, кто старше, потому что мы также работаем с семьями, работаем с работающей молодежью, то есть от 18 до 30, до 35 лет. У нас спектр нашей деятельности очень большой. Люди более старшие, там от 18 и старшие, они в основном пощают танцевальное объединение, фитнес, спортивное объединение. Ну и плюс, как бы мы ведем социальную работу с семьями. Я правильно понимаю, что, из того, что ты слышал, что кружки формируются, в том числе из потребностей детей в чем-то заниматься? Конечно, из потребностей детей, из потребностей микрорайона. То есть я сама, когда беру человека на работу в качестве педагога, я примерно представляю себе, что нужно этому микрорайону, вот куда я хочу его поставить, и уже от этого отталкиваюсь. Но, конечно, не может быть такого, что в одном центре будет представлено только декоративно-прикладное творчество, вот они будут только лепить, рисовать, клеить, разукрашивать и все. Но это будет тоже неинтересно, мне хочется как-то разнообразить деятельность. То есть у нас, если есть декоративно-прикладное творчество, то тут же есть и музыкальное направление, и танцевальное направление, и спортивное направление, и какие-то социальные истории в том числе. Родители как-то принимают участие в формировании будущих занятий детей в клубах университетов жительства? Ну, конечно, да, родители пишут заявления о том, что они хотят, просят принять их ребенка в определенное объединение. Я имел в виду, что, допустим, родители обращаются к клубу университетов жительства, что вот наш ребенок хочет заниматься тем-то, тем-то, допустим, ну, заниматься по ПМШ, как пример. И говорят, я знаю еще родителей, которые хотят, чтобы мой ребенок тем же занимался. И вот в связи с этим можешь как-то формироваться, допустим, в будущих занятиях любить? Да, безусловно. Ну, мы смотрим, мониторим потребность тех или иных занятий, но больше все же отталкиваемся от, опять же, возможностей педагога. Я не могу сделать так, чтобы педагог, который не занимается тем же вот ППМШ, о котором мы говорим, чтобы он его вел, правильно? Если человек специализируется на вокале, например, я не могу его посадить, лепить с детьми по ППМШ, потому что это будет непрофессионально и неразумно. То есть я знаю потребность, например, и если мне попадается такой педагог, и у меня есть вакансия, конечно, я с удовольствием открою такую группу. Ну, тогда здесь встает такой кадровый вопрос. Хватает ли вообще педагогов дополнительного образования на, сколько вы сказали, 9, да, у нас их? У нас на данный момент работает более 30 педагогов. Они не все педагоги дополнительного образования. Это и педагоги дополнительного образования, и социальные педагоги, и педагоги-организаторы. Потому что помимо образовательной деятельности, наше учреждение ведет очень мощную организаторскую деятельность, организацию мероприятий. По итогам 2018 года у нас прошло, ну, было запланировано на год около 300 мероприятий, прошло 650 где-то или более того. То есть мы в два раза превысили плановые показатели, потому что очень-очень много всего происходит у нас. И учитывая то, что помещений много, как бы и мероприятий, соответственно, в геометрической прогрессе становится все больше и больше. Можно пример мероприятий самых ярких каких-нибудь прошлого года? Мы ежегодно организовываем городской смотр-конкурс колясок «Карапуз» на площади, около Мегамага, на городской площади. Это конкурс для семей на самое яркое красочное оформление коляски. Например, у нас он проходит с 2014 года ежегодно, и такое очень яркое тоже мероприятие лета. Два последних года мы проводим городской фестиваль «Арт-газон» на Гороховом поле. Он проходит у нас уже два последних года. Ну и много еще всяких других. Принимаем участие очень активно в различных городских мероприятиях всяких разных. То есть не только те, которые мы сами организуем, то есть мы еще и в составе нашего управления, к которому мы относимся, управление по делам молодежи, связи с общественностью мэрии города Магадана. Безусловно, участвуем во всех их мероприятиях. Они нас очень активно задействуют. Вы сказали, что еще есть волонтеры, которые работают также с детьми. То есть вы сотрудничаете с объединениями, насколько я понимаю? У нас есть волонтерское объединение подростков. На базе центра доп. образования «Чайка» действует волонтерское объединение. Называется оно «Поколение». Там на данный момент состоит более 50 детей и подростков. Ребята участвуют, наверное, практически во всех мероприятиях, которые проходят в городе. Они оказывают различную техническую помощь и поддержку, которая нужна. То есть при организации любого мероприятия нужны люди, которые будут помогать просто руками. То есть начиная от выноса и заноса микрофонов и заканчивая различными социальными историями, такими как раздача листовок, помощь пожилым жителям города. То есть и различные социальные акции к памятным различным датам. То есть спектр деятельности просто огромный. И в прошлом году, в прошлый год был год добровольца, и это объединение, оно очень активно звучало. И ребята даже наши выиграли несколько конкурсов профильных по волонтерству. Я просто думаю, что волонтеры помогают преподавателям в каких-то организациях. Безусловно. На наших мероприятиях мы наших волонтеров тоже очень активно задействуем ребят. Но они выходят за рамки учреждения, и они участвуют во многих мероприятиях и конкурсах, не только на нашей базе. Просто потому, что, насколько я знаю, они там свои проекты реализуют. Я думаю, может, на базе клубов по месту жительства, допустим, они помогают им с организацией. У нас есть, да, они реализуют свои проекты тоже. Конечно, у них в прошлом году, опять же, к году добровольца, они делали проект, который назывался «Мы добровольцы». Он реализовывался тоже на нашей базе. И очень интересный проект. Ребята прошли ряд тренингов по личностному росту, по публичному выступлению, по профориентации, по командообразованию, по конфликтологии. Очень много интересных вещей было. Плюс затем ребята защищали собственные социальные проекты. То есть мы их разделили на мини-группы волонтеров и поставили им задачу защитить собственные мини-социальные проекты. И они это успешно сделали. Я очень рада, что костяк этих ребят, он стабильный. И с года в год у нас действует педагог, который с ними постоянно работает, Никитин Андрей Викторович. Он очень талантливый в этом плане человек. И ребята, которые с ним, он их, знаете, действительно растит. И они сейчас уже взрослые. И несколько лет с ним прозанимавшись, выходят в жизни абсолютно подготовленными детьми и знающими, чего они хотят от жизни, и знающими, кем они хотят стать. И умеющими делать проектную работу. То есть мыслят они уже так, как потом от них это будут требовать, когда они уже закончат вуз. То есть они это умеют уже сейчас, когда им по 16, там 17 лет. Это очень радостно. Продолжение передачи «Разговор по существу» с Варварой Яковлевой вы увидите 19 марта после выпуска «Магаданское время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...